Я хочу рассказать о наших целителях, врачах, натуропатах, которые стояли у истоков нашей отечественной натуропатии, целительства, народной медицины, потому что мы как-то о них мало знаем. И начну я с Галины Сергеевны Шапталовой. Родилась она 13 октября 1916 года. С Галиной Сергеевной мне довелось несколько раз лично общаться. Первый раз это было где-то в 1987-88 годах. Меня к ней домой привел шахтинский писатель Владимир Георгиевич Черкасов, приверженец здорового образа жизни. Беседа была недолгой, я только начинал, знаний было мало. А Галина Сергеевна в то время считалась непререкаемым авторитетом по естественному оздоровлению и лечению организма. Она сама была воплощением того, о чем говорила. От нее чувствовалась сильная и чистая энергетика. А цвет и качество ее кожи меня поразили. Я такое видел впервые. Потом несколько раз мы встречались на передаче «Малахов плюс». Это было в 2007-2009 годах. И вспоминая курьезные случаи. Она уже была старушкой и обратившись ко мне, сказала, что встречалась с моим отцом. Она спутала. Это был я. Тогда и сейчас. Где-то завалялось ее письмо, в котором она весьма лестно отозвалась о моих книгах, в котором было подчеркнуто, что медицинская терминология, которую она оперирует, не дает ей возможности вот так просто, как ей излагать свои уникальные знания. Потом, через несколько лет, после моих книг появились и ее. Написаны они были в соавторстве с профессиональным журналистом, который обработал ее рассказ. Жизненный путь Галины Сергеевны пришелся на очень суровое время. Она родилась в 1916 году в Ашхабаде. Вскоре семья переехала в Ростов. Можно сказать, что мы с ней земляки. Как вспоминает она сама, как и у большинства россиян, в моих жилах течет смешанная кровь. На нашем генеалогическом древе польская ветвь соседствует с грузинской, а русская с белорусской. Родители принадлежали к аристократическому роду и были высокообразованными людьми. Мать Антонина Антониевна свободно владела четырьмя европейскими языками. Вполне естественно, что после революции жизнь семьи складывалась крайне тяжело. Более того, трагично. Однако потери и невзводы лишь укрепили мой характер и веру в людей. Да, о ее твердости характера ходили легенды. В 13 лет она побывала в анатомичке. Ее поразило гармонично устроенное человеческое тело. Именно это повлияло на выбор профессии. С 1931 года она начинает учиться. Для того, чтобы попасть в медицинский вуз, надо было окончить рабфак. И Галина Сергеевна днем работала на табачной фабрике, а по вечерам училась на рабфаке. Так прошел год работы среди табачной пыли и вечерней учебы. С 1932 года по 1938 годы она училась в Ростовском медицинском институте. Об этом времени она вспоминает с особой гордостью. По счастью, высшее медицинское и полное клиническое образование я получила еще в 30-е годы. До разгромы школы русских физиологов. Запомните, подчеркнуто особо. До разгромы школы русских физиологов. Которая была, увы, современными, в кавычках, учеными, переиначена. И по сей день она не оправилась от сокрушительного удара неучи. Раньше достижения физиологов, раскрывавшие тайны работы человеческого организма, использовались для обоснования лечебного процесса. Вот что самое главное. А потом медики посчитали это лишним. И лечение встало на совершенно иные рельсы. Не нормализовать физиологическую работу организма, а с помощью лекарств сделать коррекции. И все. В итоге посадили людей на таблетки. Мол, это не лечится и надо всю жизнь терпим принимать таблетки. Например, по диабете второго типа. И это было сделано сознательно, чтобы медицина стала коммерческим занятием. Вот они, откуда еще идут корни провального направления официальной медицины. Окончила вуз Галина Сергеевна с отличием. Обучалась у великого русского нейрохирурга Ивана Петровича Павлова. Беседовала с ним и даже спорила. В 1938 году работала клиническим ординатором в хирургической клинике Ростовского медицинского института. С 1939 по 1945 годы была участником Финской и Великой Отечественной войны. С первого до последнего дня. Все это время она проработала военным хирургом, заведующим отделением госпиталя. В этот период она в полной мере хлебнула лихо военно-полевой хирургии. Зимой 1939 года обмороженных солдат было едва ли не больше, чем раненых. И свою первую научную работу, написанную в те трудные дни, она посвятила проблемы размораживания обмороженных. Что касается Великой Отечественной войны, то с первого до последнего дня была военно-полевым хирургом. И вспоминает, что после ее окончания стала, как говорится, матерым хирургом. Именно поэтому ее пригласил Бурденко в Центральный институт нейрохирургии Академии наук СССР. Так она стала еще и нейрохирургом. В этом институте она проработала до 1950 года. А в 1951 году в нем же защитила диссертацию по нейрохирургии и лауреат премии имени Николая Бурденко. В 1950-е годы Галина Сергеевна активно накапливает знания о здоровье человека. Именно тогда она понимает, что хирургическое вмешательство – крайняя мера. Ведь и без операции можно сделать человека здоровым, если создать для этого необходимые условия. Стоит вопрос, какие именно? И ответ на этот вопрос она начала искать еще в конце 40-х, в начале 50-х годов, когда благодаря развитию отношений со странами Востока получила возможность общаться с китайскими, японскими и корейскими медиками. Именно они укрепили ее мысль, что надо изучать законы природы и исследовать им. Наступило прозрение. Галина Сергеевна поняла, что существуют знания, в большей степени превосходящие уровень представлений, принятых официальной наукой. И причиной тому послужило знакомство с опытом восточной медицины. Ее перестало удовлетворять то, чем она занималась. Она решила изучать альтернативные методики и медицинские школы. Из института ей пришлось уйти. Судьба предоставила ей великолепную возможность. Ей посчастливилось трудиться под непосредственным руководством академика Келдыша. А работала она в секторе отбора и подготовки космонавтов при Академии наук. И вот здесь Галина Сергеевна убедилась в том, что возможности живого организма практически безграничны. Именно тогда она начала строить свою систему естественного оздоровления, изучая труды таких корифеев, как Вернацкий, Сеченов, Павлов, лауреата Нобелевской премии Пригожина, академика Уголева. Также изучала трактаты по медицине, которые оставили нам древние целители Востока, Эллада, Рима. А недостающие звенья приходилось восполнять собственными экспериментами. И это очень важно. Теорию проверять практикой, а потом и дополнять. В 60-е годы Галина Сергеевна работала в Институте космических исследований Академии наук СССР. Была начальником сектора отбора и подготовки космонавтов. В 70-е годы она начинает читать свои первые лекции в Москве. С этого же времени начинается и самостоятельная врачебная деятельность по собственной системе. Как она вспоминает, разочаровавшись в официальной медицине, я перестала резать людей и ушла в так называемое целительство. В 1979 году в журнале «Наука и жизнь», это номер 12 за 1979 год, была ее первая крупная публикация, посвященная системе естественного оздоровления. Это послужило началом широкой популярности. При этом она использовала любую возможность, чтобы перенять опыт народных целителей. Например, Порфирия Иванова. Это энергетически мощнейший человек. В 1980 году Галина Сергеевна делает доклад на ученом совете Министерства здравоохранения СССР. В этом докладе она доказывает, что методы симптоматического лечения лишь облегчают состояние больного человека, но не ликвидируют причины хронических заболеваний. В подтверждение своей правоты она предоставляет ученому совету 49 историй болезней, излеченных больных. Однако решение совета было однозначным. Не может быть. Потому что не может быть никогда. Правда, ученых мужей смущало то обстоятельство, что к разным болезням применяется один и тот же подход. А это наука отрицает. Из собственной практики подтверждают, что только одно правильное очищение организма плюс избавление от паразитов способно избавить от множества различных хронических заболеваний. А если еще дополнить правильное питание, двигательную активность, распорядок дня, эмоциональную равновешность, хронические заболевания практически исчезнут. С 1983 по 1990 годы следовала серия экспериментов по явлению правильности подготовки и возможностей человеческого организма. С 1990 года по 2000 годы Галина Сергеевна читает лекции, ведет школы здоровья и семинары. Устраивает ежегодные выездные летние лагеря. При этом не прекращается лечебная практика по собственной системе. В 2006 году ей исполняется 90 лет. Рубеж долгожителей. Галина Сергеевна мать троих детей, бабушка 12 внуков. Имеется у нее и правнук. Ее система успешно действует. И она сама этому подтверждение. Скончалась она 14 декабря 2011 года, прожив ровно 95 лет. Светлая память Галины Сергеевны Шаталовой. У нее слова и дела подтверждали друг друга. А теперь разбор ее системы. По книге Галины Сергеевны «Выбор пути в философию здоровья». Шаталова в прошлом, профессиональный, медицинский работник, высочайшие квалификации, любовь к мудрости и истины заставили ее искать пути исцеления. В результате этих поисков у нее сложились свои собственные взгляды на лечение и здоровье человека. Вот что она говорит. Разум позволит человеку расширить эти пределы. Но создавая для себя искусственную среду обитания, человек одновременно рвет нити, связывающие его с природой. У него возникает иллюзия вседозволенности. Такая самоуверенность не остается без наказанности. Организм, лишенный предписанных природой условий жизни, становится легкой добычей многочисленных болезней. Приобретение знаний. Вот как Шаталова приобретала необходимые для себя знания. В 60-70-е годы прошлого столетия я посвятил немало времени изучению различий между истинным и практическим здоровьем. Хотелось до конца разобраться, что же представляет собой здоровье, вообще и существуют ли конкретные объективные показатели, которые позволили бы сказать, этот человек истинно здоров, а тот лишь практический. Методика таких исследований была проста. Сравнивались физиологические характеристики истинно здоровых людей, живущих по законам природы в системе естественного оздоровления, и тех, кто вел обычный образ жизни современного человека, характеризующийся избыточным питанием, малыми физическими нагрузками и оторванностью от природы. Вот почему я регулярно стараюсь ежедневно час посвящать ходьбе по парку, то есть чтобы не терять связь с природой. Первые же результаты исследований произвели на меня ошеломляющее впечатление. Казалось, что передо мной проходили представители двух различных биологических видов, человека искусственного и человека естественного. Выяснилось, например, что частота дыхания первого составляет 15-20 циклов вдох-выдох в минуту, второго всего 5 циклов. Человек естественный потребляет кислорода примерно в 5 раз меньше, чем его искусственный собрак. Вот почему система бутейка направлена на то, чтобы нормализовать нормальный цикл дыхания. Оказалось также, что вопреки общеприиментным представлениям для поддержания жизненных функций организма в состоянии покоя, так называемый основной обмен, человеку естественному требуется 250-400 килокалорий против 1200-1700 килокалорий, затрачиваемых человеком искусственным. Стоит только сравнить физиологические характеристики человека естественного и искусственного, как сразу же замечаешь, что первые в 5 раз ниже, чем вторые. И это не случайное совпадение, а закономерность обусловлена тем, что человек естественный живет по законам природы, а человек искусственный повинуется лишь собственным желаниям и привычкам. Обоснование системы естественного оздоровления. Давайте почитаем Шаталову, ее высказывания и обоснование системы естественного оздоровления. Тремя китами, на которых покоится все здание системы естественного оздоровления, является духовное, психическое и физическое здоровье. Причем прошу обратить внимание, что первое место я ставлю именно духовному здоровью человека. Что я под этим подразумеваю? Прежде всего отсутствие эгоизма, терпимость, стремление к единению с природой в самом широком смысле слова. Понимание законов единства всего живого и принципы живой этики вселенской любви. Наши предки лучше нас чувствовали связь с природой. Разработали эти принципы, которые могут быть верным показателем духовного здоровья человека. Они сформулированы в хорошо известных библейских заповедях. Другими словами, духовно здоровый человек тот, кто в своем поведении руководится принципами природного добра. Кто живет не лично для себя, за счет других, а как равный с заботой об окружающих. Надо только понять, что жить по законам добра это не один из возможных путей развития и совершенствования человеческого общества, а единственный, дающий нам надежду выжить всем вместе. В этой связи я вполне согласна с теми учеными, которые говорят о запрограммированности процесса развития как живой, так и неживой природы. Мне представляется, что дальнейшее развитие связано с закономерностью формирования порядка из хаоса. Это достаточно убедительно показал ленинградский физик-теоретик Герловин, в недавно обнародованной им парадигме для жизнеспособных и развивающихся систем. Она содержит 8 условий, соблюдение которых обязательно, чтобы система сохраняла жизнеспособность, могла развиваться. Вот что надо внедрять и на государственном уровне в развитии государства. В ООН надо внедрять, для того, чтобы все человечество развивалось, а не воевало друг с другом. Если кратко сформулирую главную мысль парадигмы, то она звучит так. Любая система жизнеспособна, если состоит из связанных между собой и обменивающихся информацией под систем. Если в какой-то подсистеме властвует порядок гармонии, то она направляет в каналы связи информацию, способствующую стабильному гармоничному развитию других подсистем. И наоборот. Хаос, насилие, дисгармония в одной из подсистем вызывает негативный отклик в других, дестабилизирует ситуацию и в них. В результате вся система может прекратить свое существование. Например, как у нас сейчас пошло, ЖКХ взяла вверх, уборка мусора, вместо того, чтобы имелся комбинат коммунальных предприятий, который все это делал, какие-то пошли тендеры. И в результате появилась такая неразбриха, такое напряжение в обществе, что это уму непостижимо, как может государство сделать так со своими гражданами. Но самое катастрофическое последствие вызывает обрыв канала в связи между подсистемами. Это неизбежно заканчивается гибелью системы в целом. Накануне этого мы сегодня находимся, поскольку связь между двумя подсистемами, человеческим сообществом и природой стала хрупкой и предельно истонченной. Да, так она и есть. Именно поэтому неотъемлемым элементом моих занятий с доверившимися мне людьми является воспитание доброго отношения к другим, к природе, во всем ее величии и многообразии. Опять-таки, сошелись на свой опыт, почему я хожу круглый год, по часу, нормализую свое отношение по этому параметру, по соединению с природой. Другими словами, надо соблюдать нравственность по отношению ко всему, что окружает человека. А. Добросердечно относиться к людям. Б. Добросердечно относиться к природе. Не разрушать ее, не истреблять из-за жадности. Добросердечно относиться к космосу. Не искажать его структуру отрицательными мыслями, мыслеобразами и техногенными излучениями. Вот эта вся сотовая связь, по большому счету, это большая техногенная зона, которая разрушает среду нашего проживания. В неразрывной связи с духовным находится психическое здоровье. Под ним я подразумеваю гармоничное сочетание сознательного и подсознательного. Мозг человека выполняет в организме двоякую роль. С одной стороны, он обеспечивает жизнеспособность и жизнедеятельность составляющих наш организм под системы отдельных органов. За это отвечают те структуры центральной нервной системы, которые связаны с подсознанием. Они достаточно стабильны и являются своеобразными автоматическими регуляторами. Но человеческий организм, даже если сам человек думает иначе, находится в полной зависимости от окружающей его среды. И потому должен четко реагировать на происходящее вне изменения. Оценивать, не несут ли это изменение опасность самому его существованию. То есть лунный цикл, смена сезонов, годов. Даже смена дня и ночи, все это оказывает на нас влияние. Функции сторожа-контролера и призваны выполнять наше сознание. Единство подсознания и сознание обеспечивают устойчивость человеческого организма и унаследованных им видовых механизмов приспособления к среде и одновременно определяют его восприимчивость к изменению, приспособляемость. Естественно, это очень упрощенная схема, не охватывающая всего многообразия функций человеческого мозга. Но я выделил именно эту функцию, как имеющую прямое отношение к теме нашего разговора. Наконец, последний элемент триады – физическое здоровье. Это интегральный, то есть суммарный показатель, труднее всего поддающийся изучению. Прежде всего, потому что абсолютное здоровье человека – это редкость, это большая редкость. Наша деформированная цивилизация наносит сокрушительные удары по здоровью человека. Когда он находится еще на эмбриональной стадии развития. Так что уже при рождении, в генетическую память младенца заложены семена будущих болезней. Именно поэтому возвращение физического здоровья – и физический, и психологический трудный процесс. Здесь я наметила в общих чертах контуры своей системы и назвала цели, к достижению которых стремлюсь. Теперь о том, с помощью каких средств решаются эти и другие задачи. Создание системы естественного оздоровления важную роль играет во зрении древних греков, римлян, египтян, в которых нашло отражение высокое понимание принципов физического здоровья. В значимости единства организма и внешней среды практическую основу системы составляют методики и приемы, многие из которых известны человечеству с древнейших времен. Ничего не изменилось. Человек как был тогда, так он и остался таким же сейчас. И как тогда, так и сейчас для него важно одно – здоровье. Есть в ней элементы древнеиндийской и древнекитайской народной медицины, различных систем восточных единоборств, дыхательных упражнений, во всем их разнообразии и так далее. Весь этот комплекс методик призван нормализовать такие процессы жизнедеятельности организма, как дыхание, терморегуляцию, психическая деятельность, и, конечно, питание как элемент наиболее интимной взаимосвязи внешней среды и внутренней среды человеческого организма. Мы из пищи строим свое тело, мы из пищи, с помощью пищи приспосабливаемся к окружающей среде, мы с помощью пищи нормализуем свою жизнедеятельность. И если на это не обращается никакого особого внимания, то, естественно, здоровья и не будет. Среди жизненных потребностей человека дыхание самое главное. С первым вздохом начинается жизнь, с последним она оканчивается. И если без воды человек может жить несколько суток, без пищи недели и месяцев, без движения годы, то без дыхания секунды, в лучшем случае минуты. С ним напрямую связано кровообращение, питание, терморегуляция в их природной взаимосвязи. Важнейшую роль в сохранении здоровья играет отлаженность процесса питания. Здесь важно иметь в виду, что организм человека запрограммирована природой на определенные виды пищи, главным образом растительного происхождения. Если это предопределено природными анатомо-физиологическими особенностями его организма, поэтому нарушение постоянства видового питания является причиной многих и многих недугов. Однако в процессе своего исторического развития человек все дальше отходит от заложенной в него программы видового питания из-за расширения его за счет продуктов животного происхождения. Бесспорно, это с одной стороны расширило его возможности в борьбе за выживание, с другой стало причиной многих отклонений его физического здоровья от нормального, поскольку усвоение мяса или рыбной пищи возможно только за счет адаптационных резервов организма. Огромный ущерб здоровью человека наносит получившие широкое распространение представлений о пище как единственном источнике в исполнении энергетических трат человека. Начало этим представлением было положено в конце прошлого века, когда Конгресс и Мирной организации здравоохранения утвердил предложение немецких ученых определять необходимое человеку количество пищи по ее калорийности. Так были заложены основы калорийности с теорией питания. Причем за основу был принят расчет среднестатической калорийности суточного рациона питания жителей Германии. Для своего времени это было прогрессивным шагом, так как давало возможность хоть как-то регулировать рацион питания. Но с тех пор прошло уже больше 130 лет. Официальная наука не предложила по существу ничего нового, разве что Институт питания Академии Министерства наук СССР в свое время немного снизил норму потребления калорий. Однако сама калорийная теория сбалансированного питания продолжает править балл изо дня в день из года в год калечия людей, сокращая их жизни. Про себя я не называю ее теорией паровозной топки. Сущность теории довольно проста. В ее основе лежит представление, будто энергозатраты человеческого организма восполняются исключительно за счет потребления энергии питательных веществ. Эта энергия возникает в процессе горения при разрыве химических взаимосвязей веществ. Человек загружает необходимое количество питательных веществ в топку своего организма, где не сгорает, а в освободившейся энергии компенсирует все энергетические траты. Разработана и методика подсчета количества энергии, выделяемой различными продуктами питания. Оно определяется путем их сжигания и суммирования количества получаемого при этом тепла. Основываясь на этой теории, медики рекомендуют съедать в день 80-100 г белков, 8-100 г жиров, 400-500 г углеводов. В переводе на продукты это примерно 0,5 кг мяса, 80-100 г жира, 1,5-2 кг овощей, круп, сахара, мучных изделий. Правда в наши дни такие рекомендации ученых воспринимаются как ненаучная фантастика. И все же, когда думаешь о людях, которые пытаются следовать подобным рекомендациям, то так и хочется остановить их. Сама я вот уже 40 лет обхожусь количеством пищи, несколько раз меньше, 11 г белка, 5-10 г жира, 100-200 г углеводов. И чувствую себя великолепно. По возрасту мне порут чулки вязать, а я постоянно в движении. Только за последние годы четырежды пешком пересекала жаркие пески центральных каракумов и кызылкумов. С группой единомышленников совершила пешие путешествия из Нальчика в Пицунду, преодолев 4 горных перевала. Следующим элементом системы естественного оздоровления является движение. Жизненно необходимая функция всех живых организмов. Под этим словом я понимаю не только возможность изменения живых организмов в своем положении в пространстве, назовем это внешним движением, но и процессы, протекающие внутри организма. Внутренние движения. Оба они связаны между собой неразрывно и подчинены одной цели – обеспечить организму оптимальные условия существования. Особенностью моей системы движения является то, что в качестве неотъемлемого элемента она включает в себя динамическую аутогенную тренировку, или говоря другими словами, воспитание способности сознательно контролировать и регулировать поступление энергии в ткани в процессе движения. Наиболее естественным интенсивным движением для человека является бег. Во время бега включен буквально весь организм. Если кому-то бег не по душе, то можно заниматься ходьбой. Разумеется, ходьба и бег не исключают, а напротив предполагают, что человек будет сочетать их с другими методиками и комплексами физических упражнений, которых известно в настоящее время достаточно много. И, наконец, еще об одном из основных элементов системы – нормализации природной терморегуляции. Каждый биологический вид, в том числе и человек, имеет свои специфические, предписанные только ему границы температурного диапазона существования. Изнеживающее воздействие современной цивилизации сузило для человека эти границы, что никак нельзя признать нормальными. Человек не должен испытать особых неприятностей ни при жаре, ни при холоде. И особенно важно, чтобы он не боялся холода. Холод должен стать его союзником, поскольку он мобилизует защитные силы организма, гармонизирует его деятельность, стимулирует процесс саморегуляции. В этом и заключается смысл закаливания органично входящего в систему естественного оздоровления. Главное – разум, воля и ответственность, что считает Галина Сергеевна Шаталова главным в обретении здоровья. Мне удалось доказать, что хронические болезни излечимы. И основной мерой защиты от их массовости следует считать профилактику здоровья. Но не ту общую банциализацию населения и лечение болезней симптоматическими методами, характерными для западной медицины. И естественно, такого обилия прививок, которые я добавляю от себя. Напрашивается вывод, что может быть дело в нас самих, в нашем пренебрежении, интересами природы, беспорядочном образе жизни, привычках и пороках, которые зачастую становятся нашим вторым «я». И не будем оправдывать их неустроенностью быта, стрессами и дефицитами. Это самое простое объяснение, потому что не требует от человека никаких усилий для преодоления собственной слабости. И по существу своему ошибочно, так как даже в более развитых странах, где о дефицитах и бытовой неустроенности давно забыли, средняя продолжительность жизни не превышает 75-80 лет. Дело, следовательно, не в обстоятельствах, а в том, что мы не умеем пользоваться великим богатством, которое даровала природа. Беспредельными возможностями человеческого организма. Более того, мы еще толком и не узнали их. Привычки, догмы и предрассудки зачастую заменяют нам научные знания. И самое печальное заключается в том, что познание законов природы остановилось на одном, к слову сказать, очень низком уровне. Как это ни парадоксально, мы до сих пор не знаем, какое воздействие на организм оказывает потребляемая пища. Хотя процесс питания существует ровно столько же, сколько и сам человек. Мы до сих пор используем производство продуктов питания, как искусственные, так и естественные, но сконцентрированные до неразумных пределов вещества, что ведет к коллективному самоотравлению людей. Природа установила для человека достаточно жесткие границы видового выживания. Интервал температур, в котором может существовать незащищенной одеждой или стенами жилища. Шатало подчеркивает одну особенность, которая объясняет, почему люди прекращают самооздоровление. На моих лекциях многие слушатели делают записи в блокнотах, ставят на сцену монитофоны. Чтобы не пропустить ни одного слова, я понимаю их. Люди хотят быть здоровыми, жить так, как назначила человеку природа. Но заканчивается встреча. Слушатели расходятся по домам, и здесь на их решимое жить по-новому начинает понемногу ослабевать. Причем происходит это незаметно для них самих. Сегодня одна уступка привычному, завтра другая. В конце концов, собственно инерция и окружающая обстановка берут вверх. И прощай, благие намеренные. Нужны достаточный уровень знаний и духовности, элементарная воля, чтобы суметь противостоять инерции традиционного и добавляя порочного образа жизни, который несравнимо опаснее алкоголизма, курения и других форм наркомании. Алкоголик и наркоман хотя бы сознают, что они больны, что их пристрастия противоестественные. А теперь задумайтесь, чувствует ли себя больным или неполноценным нормальный, практически здоровый человек, который утром плотно завтракает, целует женой детей, трассется в автобусе по пути на работу, положенное время обеда, в заводской столовой или в ближайшие закусочные вечера возвращается домой, ужинает, читает газету, смотрит телевизор и наконец ложится спать. О нем заботятся конструкторы, дизайнеры, создающие конструкции самого мягкого, самого удобного, кресла или дивана. Крестьяне откармливают корову и бычку, прочую живность, чтобы не скудел, стул нашего нормального человека. Талантливые журналисты, киношники и прочие творческие братья думают над тем, как развлечь нашего дорогого землянина. Человек едет в командировку или отпуск. За окном вагона проплывают огромные километровые длины заводские корпуса, ажурные мачты линий электропередач, необозримые поля, распаханные поля, коробки животноводческих комплексов, бетонное полукружие плотин. Сердце человека невольно сжимается от восторга перед мощью человеческого разума и мастерства рук, потому что все это действительно по-своему прекрасно, талантливо, разумно. И вдруг приходит какая-то Галина Шаталова или другой оригинал типа Малахова Генки и начинает утверждать, что человечество все делает не так, неправильно питается, дышит, двигается, даже думает и то неправильно. Кого-то еще осеняет мысль, что система земледелия, используемая сегодня, никуда не годится, так как уничтожается плодородие почвы. Да все уничтожается где-то на другом краю земли. Другой чудак уверяет, что нынешние способы получения энергии, самые современные технологии, убивают природу. И все они в один голос доказывают, что такая милая, обжитая, удобная цивилизация, на самом деле уродлива, расточительна, губительна для человека, поскольку подменяет естественное потребление навязанными, чуждыми, искусственными и неуклонно ведет к самоуничтожению человечества. Получение знаний, развитие системы – естественный и непрерывный процесс. Именно поэтому мои книги постоянно совершенствуются, они стоят на месте. Точно так же поступают и другие авторы. Вот что пишет Галина Шатала. «В философии здоровья я завершаю знакомство читателей с основными положениями моей системы естественного оздоровления, начатое предыдущими книгами «Выбор пути» и «Целебное питание». Впоследствии будет издан однотомник, в который войдут все три книги, существенно переработанные и дополненные, так как наука о человеке не стоит на месте, открывая нам всю новую сторону жизнедеятельности человеческого организма, расширяя наши представления о жизни вообще. За 50 лет своего существования, созданная мной система естественного оздоровления, сохранив свою основу в первозданном виде, получила мощное подтверждение новыми объективными фактами, обрела большую устроенность, глубину, аргументированность, ведущая мысль этой системы о нерасторжимости единства человека и природы Земли, Вселенной в целом, высказывавшейся еще в глубокой древности, понимание ее как разумного начала, опирающегося на идею Вселенского разума. В последние годы все увереннее пробивает в себе дорогу в общественном сознании. Итак, Шаталова объясняет систему естественного оздоровления с трех позиций – духовного, психического и физического здоровья. Особенно тщательно разработала вопросы питания, объясняет особенность предрассудков, привычек и их роль в разрушении здоровья. Шаталова отличается широтой взглядов, оригинальностью и независимостью мышления, оперирует современными и древними знаниями. Благодарю за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!